всем привет друзья сегодняшнее видео видео будет посвящено божьим созданием канарейкам также это будет касаться попугаев и м1 и всех пернатых наших питомцев поговорим сегодня с вами о ромашке это аптечная ромашка я позже покажу вам ее отличие чтобы не перепутали ее с другой никакой с другой ромашкой сейчас в двух словах скажу что она вот выглядит маленькие беленькие ромашечки ножка у нее в принципе вот у меня сейчас не короткая бывает чуть больше а здесь такие лепестки как укропчик укроп зеленый растет примерно так вот попозже в конце видео я вам сниму как она в дикой природе растет и вы посмотрите чтоб вы знали и никогда не ошиблись так вот хотелось бы затронуть плюсы этого чудесного растения ее можно назвать как первая помощь не отложная помощь в общем я рекомендую вам всегда держать у себя под рукой сушеную друзья сушеную сушеную ромашку аптечную она вам поможет при борьбе с пироедом с пухоедом с разными клопами допустим бывает многие жалуются ну или спрашивают помощи или совета спрашивают говорят вот сидит конорейка на гнезде допустим первую кладку все хорошо вторую кладку начинают появляться какие-то букашки они ползают конорейка сидит беспокойно разводчик тоже переживает что такое конорейка то спрыгнет с птенцов а по птенцам бегают такие жучки паучки я не за как назвать но очень мелкие и очень шустрый если на их вот потереть они лопаются в пальцах то есть они мягкие какие-то паразиты или это будут пассажиры как угодно в общем сушим ромашку растираем в порошок и посыпаем сверху вот как птенчики сидят вы прям посыпали везде ромашечкой и это помогает или можно сделать отвар из ромашки то есть вы сушеную ромашку заливаете кипятком настаиваете примерно полчаса и этим чаем прыскаете на гнездо на птенцов на конорейку то есть ничего не бойтесь это отпугнет нежелательных насекомых которые бывает посещают гнезда конореек но также хочу сказать то что перед тем как посадить конорейку на гнездо вы берете также опять сушеную ромашку кстати будет сыграть ромашку вот берете два пальца и вот так раз раз она прекрасно отрывается без всяких ножниц без всякого ножа и вот так поете на полянке насобираете этой ромашки насушите дома в теньке у меня есть специальная сушилка кстати сейчас я вам покажу как я сушу в общем после того как вы насушите сушеную ромашку берете и втираете вот сюда вот дно гнезда вот так все хорошо протираете пылью прям плотно 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 протерли она будет пахнуть хорошо и затем положили сюда сено и поставили конорейки конорейка будет там это уже гарантия того что ваши самочки конорейки к птенцам не придут эти пироеды пухоеды и разные бложки вот так же кстати сейчас я покажу как я сушу вот у меня есть такой аппарат сушильный и вот здесь ромашка и разные декоративные травы при температуре 35 40 градусов в течение 3 6 часов я высушиваю допустим большой черный пакет ромашки вот сюда помещается 55 этажей и все это быстренько сушится так что если кто-то не успел насушить ромашки друзья потом сниму видео как я готовлю специальные кормовые добавки то есть все эти порошки я вам покажу кому понравится заинтересуетесь напишите мне в комментариях я вам напишите адрес я вам вышлю и будете радоваться это ромашка это мы одуванчики крапива всем все что насушу покажу потом что это изготовил у кого будет желание пожалуйста обратитесь я с вами поделюсь так еще хотел сказать бывает так что птенцы переели к примеру зелени вот никогда не ели а тут вы насмотрелись всяких видео и дали своим птицам попугаем канарейкам без разницы дали своим птицам много зелени птица покушала слишком много у меня тут целая наука на эту тему за ромашку так вот птица поела много переела и у нее получается жидкий помет это тоже нежелательно вы берете сушеную ромашку заливаете кипятком делаете чай и предлагаете своему питомцу питомец пьет с удовольствием пьет несмотря на то что она горчит немножко ну горечь такая не резкая не резкая горечь то есть питомец пьет и у него все проходит в общем почему первая помощь потому что если это не поможет тогда идем к врачу тогда идем за таблетками и продолжаем лечение но первая помощь всегда в принципе если это первая помощь оказана своевременно то всегда все получается классно так что друзья рекомендую вам эту ромашечку кто не хочет собирать можете купить в аптеке она продается без проблем пакетики в пакетик вот пакетик на банку на кружку заварили готова значит друзья предыдущем видео предыдущем в предыдущем предыдущем видео я разыгрывал два гнезда для канареек кстати там так много было участников я никогда бы не подумал что столько у нас азартных игроков у меня на канале в общем друзья первым был как там написано было дмитрий дмитрий мы с ним списались в контакте и он я отправил отправил ему два гнезда как и обещал дмитрию привет вторым был максим анисимов и третьим был богдан городничев если я правильно прочитал в общем друзья первое второе место у нас к сожалению было не призовое так что гнезда за достались дмитрий дмитрий не знаю как по отчеству но учитывая то что там желающих было слишком много там написала сразу 180 человек представьте я не ожидал в общем друзья я придумал так у меня есть еще одно гнездо но одно осталось если кому надо будет я буду шить но пока сегодня на сегодняшний день одно гнездо значит друзья сейчас немножко про гнезда и потом пойду я вам поснимал ромашку чтобы вы не перепутали минутку подождите сейчас очень важное объявление по поводу этого гнезда желающих было много а победил только один так вот чтоб как сказать еще короче есть гнездо если кому-то не досталось а это она явно не досталось в общем друзья смотрите новый будет конкурс так конкурс будет новый у меня на канале была выставка майская там написано выставка ярмарка русская канарейка посмотрите эту выставку и там есть две козы беленькие козочки самочка и самец я их глажу там если не беседуем так вот одну козу звали вид птицы а козла самца это пара семейная самца звали так как звали так вот кто в комментариях первые друзья давайте кто первый не то что 20 человек написали для кого всем подарил но у меня нет столько призов к сожалению но будут скоро так вот кто первый напишет правильно в комментариях название как звали этих козочек там козочка и козел тот получает это гнездо все друзья будет я думаю вот кому надо пожалуйста пишите потому что вот первый опыт прошел хорошо в общем это что по гнездам а так в дальнейшем я думаю будет у меня если излишки сушеной травы там или минеральных добавок я мог бы с поделиться но в дальнейшем по порядку об этом о всем поговорим также в дальнейшем будем разбирать подорожник в принципе он уже готов на счет стрелку не вы не выпустил подорожник очень полезный тоже мы будем подорожник разбирать птицы птичий горец лебеду потом значит пырей много разной травы люцерна то есть обо всем по порядку и так сейчас я вам крупным планом пойдем сниму эту ромашечку как она выглядит чтобы вы не ошибались и насушили себе такую замечательную травку обратите внимание ромашка состоит из желтой желтого основания и белых лепестков лепестки вот бывает так они вниз направлены когда допустим пасмурно а в солнечную погоду лепесточки горизонтально в принципе вот видите все растопыриваются вот так выглядит аптечная ромашка пахнет она очень приятно зеленая масса у нее похоже на укроп то есть листья как укропа ну вот лепестки имеют вот эти вот это как у укропа высота бывает разная вот я сорвал допустим 15 сантиметров бывает больше сантиметров вот так выглядит ромашка можете ее разломать вот здесь бывает иногда насекомые сидят но бывает вот сейчас тут нету никого то есть вы срываете вот таким образом очень удобно срывается раз 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 надергали надергали и сушить а зелень можете принципе утилизировать этот чай можете пить и сами люди тоже хорошо употребляют он полезный ромашку аптечную использовали еще наши деды и прадеды так что друзья рекомендую никогда не подводила эта ромашка вот так выглядит данный цветочек вот мне пришлось прибыть на лужайку где растет такая ромашка и вам наглядно продемонстрировать вот так она на ветру колышется также старайтесь ромашку рвать подальше от дороги чтобы не было вредных всяких химикатов вот как выглядит ромашка видите вот лепестки зеленые напоминают укроп но я думаю вы не ошибетесь остальные приметы нет ни не перепутать и с другими ромашками у которых тут листочки разные веточки разные вот листок маленький и укропчик лепесточки вот и все здоровья вашим птицам ну и сами тоже можете пробовать такой чай очень полезный хотелось бы обратить внимание то что когда вы нарвете на лужайке ромашку принесете ее домой положите ее на некоторое время вот так в тенечек пусть полежит возможно там какие-то букашки мурашки они все у ползут потому что мыть ее не надо надо вот эти цветочки собрать чтобы они у вас были отдельно вот видите отдельно все мы их не моем потому что не испортится полежат вот так немножко ну пускай час полежат там жучки и паучки будут они убегут хотя бы какие-то какие-то останутся возможно тут уже надо каждую проверять весь ее у вас мешок или два мешка ну это не сделаешь в общем можете ножницами пополам разрезать как угодно да кстати можете ножницами пополам разрезать и жучки разбегутся все затем она у вас полежала жучки разбежались канареечка он у нас внимательно слушает и вы эту ромашку погружайте специальную такую вот сушилку если сушилки нет сушите просто на белой бумаге или на ткани чистой белая бумага я имею ввиду чтобы не было газеты чтобы не было там вредных чернил свинца и всего остального так вот сушить можете таким образом или вот в сушилке я допустим сушу в сушилке в сушилке очень удобно здесь вот небольшая есть инструкция на траву на ягоды на фрукты на овощи вот видите все будем сушить постепенно сушку из яблок и груш я делаю для попугаев для себя тоже вот так вот это дело открывается и здесь у меня сушится ромашка так куда это деть вот сюда положим вот друзья сушится ромашка буквально 3-4 часа и ромашка готова если будете сушить таким аппаратом имейте ввиду что температура сушки 35-40 градусов не больше я делаю 35 вот и получается вот такой прекрасный материал уже высушенный таким же образом буду сушить и и одуванчик и крапиву то есть витамины не пропадают все полезное как много на сушу обязательно буду делиться с желающими друзья ну и для тех кто хочет быть обладателем такого гнездышка имейте ввиду кто первый назовет как звали козочку и козлика там белые они тут и получит это гнездышко там еще после этих коз я говорил то что можно дома за место собаки держать они ручные козочка и козлик все друзья на этом видео подходит концу продолжение следует будем собирать разные травы будем показывать до скорой встречи до свидания и и и и